Здравствуйте! Вечер и воскресенье в эфире телеканала ЖТСУ. Итоговая программа АПТА. И в самом начале позвольте мне поздравить всю прекрасную половину телезрительниц нашего канала самым нежным, красивым и добрым праздником. С 8 марта вас уважаемые женщины. Здоровья, улыбок, счастья, красоты и нежности вам. Ну а главное внимание и уважение ваших близких и родных, особенности мужчин. Впрочем, вниманием женщин Алматинской области были окружены всю праздничную неделю. О самых ярких событиях я, Наталья Ханенко и мои коллеги, расскажем сегодня в итоговой программе. О ней неповторимой и любимой. Всю праздничную неделю область чествовала женщин. В учебе время потехи два дня. Еще один выходной день появится у казахстанских школьников, рассказал министр образования Зерлан Сагадзиев. А что если мнимый прорыв плотины и эвакуация населения в Текилии испытали службы экстренного реагирования на прочность? Повышая качество из 17 миллионов овец в Казахстане, породистые лишь 22%. Улучшить показатели нацелен в семинар овцеводов. Награды лучшим область чествовала заслуженных спортсменов. Ну и в начале главной теми недели, которая все эти семь дней создавала то самое долгожданное и неповторимое весеннее настроение. В минувшую среду общественность отметила, пожалуй, самый милый и нежный праздник – Международный женский день. Этому празднику уже более ста лет, и за это время роль женщины в обществе хоть и изменилась, но главным по-прежнему остается ее великое предназначение – быть хранительницей домашнего очага. Один из великих философов сказал, царство женщины – это царство нежности, тонкости и терпимости. Я бы хотела добавить еще любви и радости. А все вместе – это, наверное, и есть счастье. Его я вам от всей души и желаю. Не остались без особого внимания на этой неделе женщины Алматинской области. Цветы, овации и красивые песни, музыкальный букет получили в подарок милые дамы в самый канун 8 марта. О роли женщины, о величии ее духа и об истинной красоте и нежности представительниц прекрасной половины человечества говорили на торжественном собрании, посвященном Международному женскому дню. Добрые слова, поздравления звучали в адрес представителей всех профессий. Это не случайно. Нет ни одной сферы, которая не покорилась бы хрупким, но сильным духом женщинам. Во Дворцы культуры собрались и врачи, и учителя, госслужащие, правозащитники, бизнесмены, бухгалтеры и военные. Лучшим в своей сфере были вручены награды от имени Акима Алматинской области. Лина Буранбаева продолжит. Прекрасное настроение для прекрасных дам уже с порога Дворца культуры дарит живая музыка и вернисаж фотографий. На них такие разные, колоритные, яркие, великолепные и неповторимые женщины. Известный фотограф Женис Искабай эту персональную выставку подготовил специально к Международному женскому дню. С наступлением весны приходит особая радость. И в этот праздник я хочу всем милым дамам нашего ЖТСУ посвятить свою выставку. Акентулеген Айбергенов как-то сказал о том, что невозможно описать словами всю красоту, что видишь глазами. А я как фотограф могу без слов запечатлеть и поделиться этой красотой, эмоциями и настроением наших замечательных женщин. От всей души поздравляю всех представительниц прекрасного пола с наступающим праздником. Именитые труженицы, многодетные мамы, бизнес-вумен, общественные деятели, педагоги, медики, строители, военные, полицейские. Хрупким женским плечам под силу любая профессия. Отметил в своем выступлении исполняющий обязанности Акима Алматинской области Лазат Турлашев. На сегодня в регионе 51% населения составляют представительницы прекрасного пола. Почти половина всех государственных служащих – женщины. В бизнесе также каждый второй субъект, причем весьма успешно, возглавляют дамы. Особо отмечены заслуги сельских тружениц. Их доля в этой непростой сфере составляет треть под чертой Лазат Турлашев. Активно способствуют женщины развитию политики, гражданского общества, социальной поддержки и других сфер. Являясь при этом прекрасными матерями, верными женами и заботливыми бабушками. Гармонично сочетая заботу о семье и уюте домашнего очага, вы ярко проявляете себя во всех сферах жизнедеятельности, добиваясь успеха в экономике и бизнесе, образовании, здравоохранении, культуре и спорте. Ваш ежедневный труд, активная жизненная позиция и неравнодушное отношение к делу являются важной частью достижения Алматинской области. Милые дамы, мы радуемся каждой вашей победе, каждому большому и маленькому успеху. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, радости и исполнения самых заветных желаний. Особое уважение женщины-матери. Почетные награды Алтыналка и Кумысалка в этот праздничный день торжественно вручили четырем многодетным мамам. Золотые награды получили Раушан Нургазиева из Сарканского района и Жанар Чугулова, жительница Кирбулакского района, которая в свои 35 воспитывает семерых детей. Вместе с супругом Айдаром растим сейчас четырех девочек и трех сыновей. Дети – это подарок Всевышнего. Если он даст нам еще малышей, мы будем только рады. Конечно, семеро детей – это непросто, но все наши ребята хорошо учатся и каждый день радуют нас своими успехами. Я хочу поздравить всех женщин, всех мам с этим замечательным праздником и пожелать здоровья, долгих лет жизни и достатка во всем. Еще шесть жительниц ЖТСУ были награждены почетными грамотами от имени Акима Алматинской области. Среди них – сотрудницы школы искусств, университета, прокуратуры, архива и нашего телеканала. Деятельность еще шести активных жительниц региона была отмечена благодарственными письмами главы области. В преддверии праздника 8 марта очень приятно получать аллосхат от имени Акима Алматинской области Аманда Габазыча. Хочу поздравить всех женщин с наступающим 8 марта, пожелать им всего самого наилучшего, успехов во всех наших начинаниях. В преддверии такого шикарного женского праздника я хочу от всей души всех поздравить, пожелать всем крепкого здоровья, терпения, нежности, любви, благополучия, счастья и везения во всем. Не бывает женщин в погонах, бывают просто женщины, которые любят нежность, доброту, заботу. В этот праздничный день особо торжественно звучало каждое поздравление, посвященное самым дорогим и любимым женщинам. Специально для них был подготовлен большой и красочный концерт. Кто из нас, ребята, знает цифра, что означает? Дети холом скажут вам – это праздник наших мам! Самые добрые и душевные песни, самые теплые пожелания для женщин, таких же цветущих и дарующих жизнь, как весна. И самое главное пожелание для всех собравшихся – получать такие комплименты, цветы и признания не только в день 8 марта. Торжественное собрание от имени руководства области получилось по-настоящему ярким и праздничным. Виновницы торжества буквально купались в море красивых слов, признания глубокого уважения и любви. Самые восторженные эмоции выразили организаторам праздника женщины. Такой подарок дорогого стоит, ведь главное в женский день – наше настроение. И оно, безусловно, пришло с первыми аккордами красивого концерта. Впрочем, не остались без внимания и те заслуженные женщины области, кто по объективным причинам не смог прийти на торжественный прием. В первую очередь букет от имени Акима области и подарки к 8 марта получила почетный гражданин Алматинской области Батима Сакауа. Не остались без особого внимания, пожалуй, самый женский коллектив области – швейной фабрике «Ажар». Слова благодарности и высокой признательности услышали и женщины общественного объединения «Ерлик». Вместе с руководством области тружениц поздравила и моя коллега Лаура Байбачанова. В эти дни поздравить Батиму Апай спешат все, кто однажды встретил на своем жизненном пути эту удивительную женщину. Она все такая же добродушная и гостеприимная, делится советами и не перестает интересоваться общественно-политической жизнью региона. Батима Сакауа была одной из основоположниц становления Талдыкурганской области и инициировала строительство многих социальных объектов Талдыкургана. Ее, как руководителя, всегда отличали целеустремленность, требовательность и высокая ответственность. Именно эти качества позволили ей достичь больших высот в карьере, главная задача которой – это обеспечить благосостояние народа. Я всегда стараюсь быть в курсе всех событий, происходящих в области. Я каждый раз радуюсь всем настижениям региона. Вы продолжаете наше дело и работаете во благо народа. Это самое главное. Удачи вам и успехов во всех начинаниях. Поздравление руководства области принимал и коллектив швейной фабрики «Ажар». Вместо поручений и заказов мастера пошивочных дел сегодня услышали море комплиментов и теплых пожеланий. Я с утра спрашивал у городского Акимова, у заместителя, где самые красивые женщины. Он немного думал, что это «Ажар». 99% коллектива швейной фабрики – женщины. Именно благодаря их кропотливому труду предприятие удостоилось высоких званий. Стало дипломантом конкурса «Алтунцапа», признана лидером отрасли и экспортером года. Еще немало начинаний женский коллектив наметил и в наступившем году. Водушевленные и окрыленные – они готовы к новым победам. Сегодня пришли нас поздравить мужчины, и это было очень радостно. Наши женщины услышали столько комплиментов, столько приятных слов, были окружены вниманием, фотографировались с представителями руководства города, заместителем Акимовой области. Поэтому, естественно, у всех хорошее праздничное настроение, я думаю, не только на один день. По-настоящему солнечным и теплым канун 8 марта стал и для женщин-общественников коллектива «Ерлик» во главе с одной из самых активных и деятельных женщин региона – Розой Экжаркеновой. Весеннего настроения, процветания и осуществления всех проектов пожелала руководство области прекрасной половине коллектива. Лаура Байбачёнова, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ. Вы смотрите итоговую программу АПТА к другим темам недели. Школы области перейдут на пятидневную учебную неделю. Изучать химию и физику на иностранном языке будут даже в сельских школах. А преподавателям английского языка поднимут заработную плату. Об этих и других нововведениях педагогической общественности ЖТСУ в минувшую пятницу подробно рассказал министр образования и науки Республики Казахстан Ерлан Сагадеев. В ходе своего рабочего визита в Алматинскую область о нововведениях в сфере образования Улджан Адельханова. Казахстанская система образования, впрочем, как и сфера здравоохранения, почти каждый год переживает большую реформу. Внедряемые нововведения непростые, заверяют в Министерстве образования и науки страны. По словам главы ведомства Ерлана Сагадеева, новые программы разработаны с учетом опыта передовых стран. Какое еще грядет новшество в отечественных школах, в чем преимущество амбициозных программ и каким инновациям стремится учителям. Ответить на эти вопросы навстречу к житусским педагогам министра образования и науки приехал сам. За 40 минут он рассказал обо всем, начиная от дошкольного образования, заканчивая переобучением кадров. К слову, в последнем курсе повышения квалификации должны быть охвачены и воспитатели детских садов. В прошлом году мы 7600 просчитали детских садов, это очень мало. У нас есть в 11 классе 220 тысяч детей. В любом случае, почти в два раза больше демографическую яму Казахстан прошел. Я думаю, с таким ростом населения, я думаю, с теми бюджетными ограничениями, которые сейчас есть, и глава государства в этом году, надо развивать государство частное партнерство в 10 садах. В прошлом году у нас было построено 825 садик. Из них 600 садиков было построено в частном садике. Там работают преподаватели. Вот эти преподаватели и переподготовки нам надо будет в любом случае. Так или иначе вопросы закрытия. В вопросах развития ГЧП Алматинская область – один из лидирующих регионов республики. Такое взаимовыгодное сотрудничество успешно применяется в сокращении дефицита мест в детских садах. К слову, только в прошлом году в рамках государственно-частного партнерства в регионе было запущено свыше 100 дошкольных учреждений. Благодаря чему показатель охвата дошкольным образованием вырос до 87%. Сотрудничество с бизнесменами Минобразование предлагает внедрить и в школьную систему. Привлечением спонсорской помощи будет заниматься подпечительский совет. При этом министр Ерлан Сагадеев призвал четко отличать добровольное финансирование от поборов в школах. Внедрение системы трехязычия – еще один из самых амбициозных проектов. Согласно новой государственной программе развития образования, некоторые предметы в школах. Казахстанские учащиеся будут изучать исключительно на иностранном языке. Задача не одного года, но работу над этим необходимо начать уже сегодня. Англоязычные преподаватели с апреля начнут повышать свою квалификацию. Обучение продлится от 4 до 9 месяцев. В этом году мы хотели, чтобы 5 тысяч учителей английского и предметников пришли на курсы подготовки. Но нам утвердили бюджет повышенный. 12 тысяч учителей и предметников, которые учителя английского языка, придут на курсы углубленного до 9 месяцев. Повысить педагогам обещают и заработную плату уже с 1 сентября. Для надбавки к зарплате получат учителя английского языка. Прошедшие курсы будет усовершенствована и программа электронного документа оборота. Многие школы уже пользуются электронными дневниками. К слову, в режим онлайн переведут и очередность в детские сады. Новая программа образования позволит школам перейти на пятидневную учебу. Как отметил выступающий, глобальные перемены ожидаются и в системе высшего образования. В первую очередь увеличат количество грантов для поступления в ВУЗы. Немало было сказано и о новом формате единого национального тестирования. В целях подготовки КНТ на сайте министерства запущена программа по прохождению онлайн-тестирования. Мониторинг показал, ей уже воспользовались свыше 25 тысяч старшеклассников около 70 раз. Ознакомиться с вопросами пробного тестирования желающие могут и на страницах газеты «Егемен Казахстан». Особенность новых вопросов или новых дисциплин заключается в том, что по трем обязательным это по 20 вопросов и два профильных я отметил, там по 30 вопросов. Итого получается 120 вопросов. Время прохождения, время тестирования 3 часа 50 минут. Из 120 вопросов потенциально можно набрать 140 баллов. То есть 140 баллов набирается за счет того, что, как я уже отметил, что в профильных предметах по 30 вопросов, из них 10 вопросов или по 10 вопросов с множеством правильных ответов, из множества предложенных. В этой связи потенциально можно набрать 140 баллов. После подробного доглата министр был готов ответить на все вопросы учителей, в том числе и на каверзные. Однако самая интересная часть встречи прошла за закрытыми дверями, без участия журналистов. Тут Жанна Кирханова, Жаслан Шенкенжи, телеканал ШТСУ, Талу Курган. В центре внимания на этой неделе был и вопрос развития АПК, в частности животноводства. Его актуальность переоценить сложно. Как гласит статистика, сегодня в Казахстане лишь 22% овец племенные. Количество же мелкорогатого скота в стране едва превышает 17 миллионов голов. В советские годы эта цифра была в два раза больше. Существенное снижение поголовья стало главной причиной создания прошлым летом Республиканской палаты овцеводов, которая намерена создать абсолютно новый кластер и повысить породные качества овец. Начиная с процесса искусственного осеменения, заканчивая экспортом баранины. О своих задачах представители палаты рассказывают овцеводам страны. На этой неделе отраслевое совещание прошло и для животноводов Алматинской области. Сегодня в Казахстане существует пять республиканских палат по породам овец. Каракулей, грубошерстных, полугрубошерстных, тонкорунных и полутонкорунных. В каждой аналогичные проблемы. Низкоудельная доля племенного скота из произведенных 37 тысяч тонн шерсти экспортирована лишь 5,5 тысяч тонн. Еще столько же подлежало внутренней переработке. Остальные 22 тысячи тонн попросту были неиспользованы. Похожая ситуация складывается и со шкурами. Из забитых более 7,5 миллионов овец в 2015 году шкуры лишь 10 тысяч были экспортированы. С такой тенденцией бьют тревогу специалисты. Овцеводство в Казахстане через пару лет попросту станет вымирающей отраслью животноводства. Изменить ситуацию в корне намерена палата овцеводов. Причем не просто улучшить породное стадо, а построить современный кластер по выращиванию овец и производству баранины. Концепция палаты состоит из девяти задач, четыре из которых приоритетные. Первый что? Первый однородный товар затор. Второй конкретный способ. Третий соответствует международным стандартам. Четвертый низкий себестоимость, высокая ретарность, отличный товарный вид. Палата на государственном уровне намерена решить проблему поздней вакцинации, оттого и столь неэффективной инициировать в Казахстане производство вакцин и сережек для учета мелкого рогатого скота. Открыть в каждом сельском округе ветеринарный пункт, пояснили специалисты и новые правила субсидирования. Полторы тысячи тенге будут получать животноводы за каждую товарную единицу скота и по три тысячи за племенную. В погоне за легкими деньгами некоторые пытаются породность скота указывать формально, что влечет проверки и возврат средств. «Потому лучше на деле заняться качественной селекцией», настаивает профессор Казахского национального аграрного университета Толиуханца Декулов. «Удельный вес курдочных овец у нас большой, 70%. В Казахстане мы должны заниматься производством молодой ягнятины. Так как эти курдочные овцы все, я выше говорил, отличаются именно непревзойденной скоростью. В четырехмесячном году от них можно получить 15-20 килограмм мяса за четыре месяца. Если его держать еще 14 месяцев или еще 4 года, ну от силы можно 30-40 килограмм, а за четыре месяца. Вот поэтому это как раз снижение затрат и повышение производства труда животного овца, который нарушает нарушает права государства Денинашкова. В Алматинской области есть все предпосылки интенсивного развития овцеводства. Из 16 пород овец в регионе разводится 10. Благоприятные климатические условия, которые позволяют осуществлять выпас круглогодично. В перспективе палата овцеводов намерена сформировать откормочный комплекс на 5000 голов и заняться производством баранины. Словом, вопрос этот глобальный, республиканского уровня. Одним из главных его направлений является экспорт и гнятины. Это основа основ. Искусственное семенение, хотим-не хотим, это мир признает. Это считается одним из великих открытых 20 века. Это выдающиеся открытые биологии считается. Задача искусственного семенения максимально использует отдельных выдающихся производителей. А вольный случай, когда они покрывают 20-30-40 маток, как другие бараны. А при искусственном семенении один баран может осьмить до 1000 голов. И тот 1000 мы потом заполучим. Спрос на гнятины Казахстана проявляют сегодня Объединенные Арабские Эмираты, Россия и даже Китай. Несмотря на то, что Поднебесная является лидером производства баранины. В мире же ежегодно производится около 9 миллионов тонн баранины, 80% которой мясо и гнят, отличающиеся низким содержанием холестерина. К слову, дефицит белков животного происхождения сегодня является одной из самых острых проблем. Из необходимых суточных 150 граммов человек потребляет лишь 10%. Решать столь глобальные вопросы мирового уровня палата готова. Началом для продвижения идей будет создание нового, более мощного органа Координационного совета по развитию овцеводства. Лаура Ваевачанова, Жайя Курманбаев, телеканал ЖТСУ. Вы смотрите итоговую программу АПТА. Реконструкция трассы Алматы-Оськимен под контролем партии Нуратан. Совсем скоро стартует период активного строительства дороги. В нынешнем году планируется завершить работы на 235-м и 259-м километрах автотрассы. И уже сейчас специальная комиссия областного филиала партии Нуратан проводит мониторинг готовности подрядчиков. В минувшую пятницу комиссия побывала на трех участках, где предусмотрена реконструкция. Будет ли снос домов вдоль трассы, готовы ли техника и персонал, изменится ли схема движения транспорта, узнали члены комиссии во главе с первым заместителем председателя областного филиала партии Нуратан. Этот участок трассы Алматы-Оськимен в районе сел Бахтыба и Балпыгуби последний напоминает о старой асфальтной трассе. Но уже скоро здесь начнется строительство современной четырехполосной дороги. Членам специальной депутатской фракции Нуратан подрядчики подробно рассказали, когда и как будет проходить реконструкция оставшегося участка. Работу на 235-259 километрах проводит корпорация «Прогресс». В этом году фирма завершает оставшиеся 6,5 километров. До декабря месяца мы должны в этом году завершить полностью и сдать участок в эксплуатации. С освещением, с разметкой, с обустройством дороги. То есть весь комплекс работ до декабря месяца. Нуратановцы проверили готовность техники и персонала. Земельные работы, пояснили строители, остались только внутри аула Бахтыбай. Сейчас 20 единиц техники проводят отсыпку земляного полотна. Вся возможная в зимний период работа также проведена. Практически в полном объеме подрядчикам заготовлены асфальтобетон, чебень, отсев, битум и другие материалы. Общая стоимость проекта 7 миллиардов 500 миллионов. На сегодняшний день до 2017 года освоено 5 миллиардов 800 миллионов. По плану на 2017 год выделено 1 миллиард 700. И планируем в декабре текущего года дорогу сдать в эксплуатацию. На сегодняшний день подряд на организации все материалы заготовлены. Это битум, это дорожные знаки, барьерное ограждение. Это инертные материалы на укладку асфальтобетонного покрытия. И нижние слои и основания, это подслоя ПГС, ЧПС. Все материалы заготовлены. И железобетонные изделия для устройства водопропускных труб и малых искусственных сооружений, мостов. Первоначальный проект предусматривал снос более восьми десятков домов для расширения трассы в селах Бахтыба и Балпыкби. Но теперь, пояснили подрядчики, все жилье вдоль полотна остается. При этом предусматривается установка шумоизоляция. Основные работы планируется начать в апреле с наступлением устойчивой теплой погоды. Так что водители скоро ожидают некоторые изменения, с кем движение на этом участке трассы. Сейчас отрабатывается вариант, чтобы объездную дорогу пустить параллельно через Балпыкби. Я думаю, это в ближайшее время, в течение, наверное, недели вопрос должен решиться. То есть закрытия полностью участка не будет. По Бахтыбаеву там объездная дорога предусмотрена проектом, проектная по параллельной улице. Там есть тоже один нюанс, что на этой улице находится школа. То есть после завершения учебного года, 25 мая, то есть внутри Бахтыбаеву, работы мы начнем в июне месяце. Июнь-июль мы должны работать и завершить. Отдельная работа должна быть проведена с населением, живущим рядом с реконструируемыми участками дороги. На этом нуратановцы особо заострили внимание подрядчиков. Безопасность и удобство для них – одна из основных задач. Освещение, разметка, светофоры, тротуары, ирригационная система. Словом, за качеством выполнения всех работ партийцы будут следить постоянно. В этом году в Алматинской области по республиканской и плюс областной программам 73 проектов по нурлужам. Выделено 159,7 миллиарда тенге. Чтобы освоено было качественно, чтобы объекты построены в качестве, мы ведем контроль. Выезды, рейды депутатов. И согласно сетевого графика будем выезжать и постоянно контролировать объекты по программе нурлужам. Дина Буранбаева и Джан Бюсен, телеканал ЖТСУ. В центре внимания самые острые социальные вопросы. Для их выявления и дальнейшего решения регионы области продолжает объезжать заместитель Акима области Жексулы Кумар. На этот раз блок основных социальных проблем определили в Каратальском районе. Дом культуры в селе Искельде некогда был самым популярным местом досуга местного населения. Теперь от прошлой славы остались лишь зияющие окна в обветшалом здании, дыры в полу и разграбленный концертный зал. Тем временем сельчанам, а это около 3000 жителей округа, кроме работы и заняться нечем. О капремонте ДК они мечтают давно. И как пообещал Жексулу Кумар, о проблеме обязательно будет доложено Акиму области. И в ее скорейшем решении сомневаться уже не приходится. В помощи заверил зам Акима и медика в центральной районной больнице. Здание 79-го года постройки давно нуждается в капремонте и техническом оснащении. Необходимо оснащать парк компьютерной техники. Я думаю, наверное, в мае мы будем... Люди в принципе обучены. В основном обучены. Просто проблема в том, что парк компьютерной техники очень сильно устает. На сегодняшний день уже и процессоры, и их уже практически не год и никуда. Три отделения привели в порядок. Для остальных нужно около 400 миллионов тенге. В скорейшем ремонте нуждается хирургия, отделение терапии, приемный покой и здание местной поликлиники. В день она принимает до 500 пациентов. Еще одна проблема – нехватка специалистов. Впрочем, выход уже нашли. Для молодых врачей в районе будут строить жилье. С недавних пор исключена в Уштобе и проблема с очередностью в детские сады. Новый детсад «Балбобек» удовлетворил все запросы уштобинцев и стал показательным в деле повышения охвата дошкольным образованием. Сегодня в Каратальском районе он составляет почти 93%. Самым оснащенным и комфортным признан и Уштобинский центр дневного пребывания для детей с особыми потребностями. Оказывает он семь видов услуг. Сегодня реабилитацию в нем проходит всего 41 ребенок. Кайни Слабый назвал жик-слуг Омар работу руководства центра по выявлению и привлечению детей для лечения. Охват маленький. За счет августного, за счет государственных денег нельзя ходить просто поймать. Надо собрать детей, побольше собрать детей. Если у вас еще нужно, мы вас обеспечим и соседние районы, и соседние сельские округа. Сейчас ищите таких людей, пригласите таких родителей, организуйте день открытых дверей. Пусть все эти родители приходят сюда, покажите им, какой центр у вас, какие персоналы у вас. Здесь можно и заниматься спортом, и пением, и творчеством. До 1 апреля, да видите, 60, дальше еще посмотрим. Посетил зам Акима области и объекты образования. Школу-гимназию на 800 учеников и здание местного УПК. Школа одна из лучших в районе. По итогам прошлого ИНТ показала почти 85 баллов. Востребованный в деле дополнительного обучения и учебно-производственный комбинат. О замрабочих специальностей здесь обучаются сразу около 500 ребят. Оба здания еще в 30-х годах постройки и нуждаются в срочном капремонте. Будем думать о ремонт фасада и расширение спортзала. Большая школа, поэтому мы должны решать, надо создать условия для наших детей. Смотрели наш колледж. Здесь мы сейчас будем работать, покрыть новые специальности именно по железной дороге. Немало актуальных вопросов подняли и жители в ходе заседания актива. Коснулись они повышения качества образования медуслуг, необходимости внедрения трехязычия и качественно нового подхода к обучению кадров и созданию условий для досуга молодежи. Все они, заверил Жаксул Комар, будут не только четко очерчены и взяты под контроль, но и лягут на стол Акима области для скорейшего и верного разрешения. Итоговая программа на телеканале ЖДСУ. Еще одной главной темой этой недели стала паводковая ситуация. Она, заявляют специалисты, пока остается стабильной. На руку играют погодные условия. Минусовая температура ночью не дает интенсивного таяния. Но, как прогнозируют синоптики, весна в этом году все же обещает быть теплой и дождливой. Уже в конце марта, заверили в КАЗ Гидрометия, ожидается резкое повышение температуры. А в конце второй декады продолжительные дожди. Тем не менее, специалисты уверяют, ситуация под контролем. Такие выводы позволили сделать прошедшие на этой неделе командно-штабные учения КУК-7-2017. Штаб возглавил исполняющий обязанности Акима Алматинской области Лизат Трулашев. По его словам, двухдневные учения позволили не только провести анализ готовности регионов к природным катаклизмам, но и отработать флажность служб экстренного реагирования в случае возможных ЧАЭС. Между тем, приведены в готовность около 7 тысяч человек, сотни единиц специальной техники, инертные материалы, система оповещения и в круглосуточном режиме. Сегодня работает 121 наблюдательный пункт. На усиленном контроле и особо уязвимые участки, горные районы. В текущем году снежный поток превысил норму местами в два, а то и в три раза по сравнению с годом ранее. Впрочем, общая ситуация, заверили специалисты, под контролем. И опасений сегодня не вызывает. Учение это плановое проводится во всех районах и городах, областных управлений, департаментах, то есть все органы управления областной системой гражданской защиты. В ходе данного учения будем отрабатывать передачу сигнала, получение сигнала, доведение сигнала, отработка практических мероприятий и представление информации, донесение сведений для республиканского штаба руководства и другие мероприятия. Но основной упор будет делан на недопущение чрезвычайной ситуации, возможно, на территории Алматырской области в весенний период. Рухнувшая плотина на реке Чажа в городе Текили смыла мост у дома престарелых. Затоплено 12 домов, 40 человек остались без крова. По такому сценарию в Текили прошли республиканские командно-штабные учения КУКТЕМ-2017. Спасатели и другие службы города на практике отработали план совместных действий против паводковой ситуации. Наш корреспондент побывал на месте событий. Паводки сели в выход реки из берегов. В горной местности Текили с приходом весны вероятность природных катаклизмов значительно возрастает. Четко отработать модель поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций. Главная задача учений КУКТЕМ-2017. Проходят они в течение двух дней по всей стране. В городе Текили в них приняли участие порядка 60 сотрудников гражданской обороны. Сформировано 25 специальных групп. Учебная задача не из легких. Спасение людей из затопленных горной рекой домов и ликвидация последствий разгула стихии. Задействован отряд экстренной реагирования и технической службы города. В данный момент по водным на реке Чижа по прерыву моста было проведено восстановление моста, а также по затопленным домам люди эвакуированы в безопасное место. Во пострадавших все принято. Эвакуация населения из зоны бедствия, оказание помощи пострадавшим, устранение повреждений электросетей. Эти и другие навыки городские службы успешно отработали на предполагаемом месте ЧП. Как подчеркивают специалисты, самая главная задача весенних учений – подготовка к паводковым ситуациям, причем не только экстренных служб, но и всего населения. Главная цель мероприятия – чтобы все предприятия города, все жители были готовы к чрезвычайным ситуациям, знали, как вести себя, обменялись опытом. Потому что такие внештатные ситуации могут возникнуть внезапно. И только в ходе подобных учений мы можем узнать всю необходимую информацию по правильному поведению. В целом же по области в 13 районах 56 зон признаны опасными. Как заявляют специалисты, ситуация находится на постоянном контроле. И даже в случае резкого потепления они готовы к любым ситуациям. Дина Буранбаева, Мадина Берег, ХЗЖ, Курманбаев, Телеканал ЖТСУ. Еще из главных событий этой недели подведены спортивные итоги ушедшего года. Алматинская область уже давно и прочно завоевала славу одной из самых спортивных регионов страны. Не менее победоносным стал и прошлый год. Более 1300 медалей завоевали спортсмены нашей области на чемпионатах различного уровня. 527 из них золотого достоинства. Такими триумфальными победами ознаменовался 2016 год. Лучшие из лучших спортсменов по уже сложившейся доброй традиции были приглашены в минувший вторник. На торжественную встречу с руководством области. Без внимания не остались и тренеры. Те, кто взрастил именитых чемпионов и разглядел молодых дарований, которые подают большие надежды. За всем этим неуклонно следят журналисты. Порой в дождь и холод освещая все спортивные мероприятия. Среди награжденных был и наш спортивный корреспондент Лилия Штогрина. Мы гордимся рекордами наших прославленных чемпионов, а их стремление быть первыми является примером для молодого поколения. Отметил в своем приветственном слове заместитель Акима области Серик Турдалиев. В нашем регионе сегодня развивается 25 видов спорта. Сотни спортсменов отстаивают честь области на соревнованиях самого разного уровня. Делать ответные жесты по итогам года, отмечая самых лучших, уже стало доброй традицией. Самыми крупными и ответственными стартами прошлого года, несомненно, стали Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Особого внимания заслуживает выступление на Олимпиаде молодой Итабы Тана в сложной борьбе с сильнейшими штангистками мира. Приятно посидеть на таком мероприятии. Такие встречи вдохновляют спортсменов на дальнейшие победы. И, пользуясь возможностью, хочу поздравить всех женщин с наступающим праздником 8 марта. Пожелать вам крепкого здоровья, процветания. Серебряному призору 15-летней Паралимпиады представителю инвалидного пауэрлифтинга Раушанку Ишибаевой особый почет. За ее победой стоят невероятные усилия, ежедневная работа и стремление добиваться результатов. Я вызываю всех инвалидов быть поактивнее, приходить, заниматься. Спорт – это очень самое главное в нашей жизни. Не остались без внимания сегодня и победы молодых велогонщиков. Им от имени Акима Алматинской области вместе с грамотами и денежными призами были вручены новенькие гоночные велосипеды. Это, несомненно, большой стимул к достижению новых спортивных результатов, говорит чемпионка Азии Екатерина Юрайтис. Сегодня мы вылетаем во Вьетнам. У нас там стоит проехать многодневку. Но нас с таким настроем отправляют. Спасибо Серегу Мелисовичу за такой теплый прием, что нас так благословили и выдали хорошие велосипеды. Сегодня область в авангарде по культивированию и таких видов спорта, как волейбол, бокс, борьба различных стилей, стрельба из лука, регби, хоккей на траве. Среди профессиональных клубов в рейтинге лучших по итогам прошлого года – гандбольный клуб «Иле». Молодые девушки впервые в своей истории стали чемпионками страны среди женских команд суперлиги. Для тренеров эта встреча своего рода – идеологовая площадка. Вместе с тем, возможность выразить благодарность за заботу и созданные условия для полноценной подготовки спортсменов. Нам дают возможность руководители области, такую, еще раз повторюсь, возможность, чтобы реализовать то, чем мы занимаемся. Знаете, гандбол – это такая игра, которая, в общем-то, массовая, и все играют в нее. Хорошие показатели сегодня как в профессиональном и национальном спорте, так и в развитии массового физкультурного движения. Безусловно, все это благодаря солидному финансированию сферы спорта Алматинской области. За 10 прошедших лет ее бюджет вырос почти в 10 раз и на данный момент составляет более 6 миллиардов тенге. Соответственно, этому создана и суперсовременная база подготовки Олимпийского резерва. В этом году мы построим в четырех районах физкультурно-оздоровительный комплекс. Их у нас не во всех регионах есть. Кроме того, в трех районах мини-футбольные поли построим. Кроме того, мы и профессиональный спорт не забыли. Все выделяются соответствующие средства. Начался новый цикл подготовки к Олимпийским играм в Токио. И главная наша задача – не сдавать завоеванные позиции в мире спорта, подчеркнул в завершении торжественного мероприятия заместитель Акима области. Нужно, чтобы стремление к победе и целеустремленность были постоянными спутниками каждого. А руководство области будет всегда всесторонне поддерживать представителей всех видов спорта в их нелегкой задаче – добиваться рекордов и гордо нести знамя Казахстана на элитных чемпионатах мира. Лилия Штогрина, Жасона Чингинжинов, телеканал ЖТСУ.